Существует легенда, что высоко-высоко в горах жила-была группа Кирпичи. И однажды она написала песню, и там были такие строчки. Люди поумнее не пишут в гостевухах. Может быть поэтому на сайте официальном группы Кирпичи нет гостевой книги. Есть форум и ЖЖ, а на некоторых других сайтах есть гостевые книги. Я почитал, и я думаю, что есть умные люди, которые пишут в гостевухах. Я сегодня почитал гостевые книги Людмилы Марковны Гурченко и Виталия Пиписькина, более известного, как Витас. Как Витас Пиписькин. Но я честно забыл его фамилию настоящую, но творческий псевдоним. Жабров. Даже сам был готов написать что-нибудь в этих книгах гостевых, потому что я преклоняюсь перед бесконечными талантами обоих исполнителей. Вообще мне стало грустно. Грустно мне стало от того, что у Филиппа Киркорова страница контакта тоже в разработке. Гостевая книга там в разработке еще, понимаешь? С нетерпением жду вашего выступления в программе «Что, где, когда?» Пишут Людмиле Марковне. Очень много стихов в обеих гостевых книгах. Стих. Любить, считай дни до новой встречи, ценя секунды, каждый миг. Любить и помнить только вас одну, и сознавать, что без любви самозабвенный вкус жизни невозможно ощутить. Ну, ты немного неправильно прочитал это стихотворение. Кстати, всплески активности пользователей на гостевой. Новый год, 8 марта и день рождения в октябре. Ну, давай про Витаса сразу, а я и закончу. Мы с тяжелым роком. Вот здесь женщина есть на гостевой Витаса, и у нее буквы то большие в середине слова, то звездочки, то три восклицательных знака. Ты знаешь, Вася, мне кажется, у нее на левой стороне тик, и она так пишет-пишет, а потом левая рука у нее капсулок такая. Шифт-шифт-шифт. Если прочитать это быстро, то можно вызвать дьявола. Вот так вот примерно. Вот смотри, например, сколько логики, сколько эмоций, чувств и разума в этих сообщениях. Милый, да просто чудеса вселенной. Ах, и какое необыкновенное очаровательное явление пропечаталось на звездном небосклоне. Будто, б, двойная, звезда строконечная, ослепительная богиня, восхищенно сияющая хаврошечка. А чуть поодаль, по наклонной, еще одна серебристая малютка присоединилась. И примечена где-то с пятницы в чудесном союзе. Грациозно на божественном полотне вместе выседают. И очень низко расположились, будто хором приготовились триумфально плюхнуть на земельку. Сказочное творение от небесного отца. Редчайшее удивительное зрелище. Я тоже искал какие-нибудь смешные гостевые, но нашел только группу стигмата. Прямо на первой же странице группа стигмата и заявляет «Они выросли в гетто». В каком гетто, кстати, не поясняется. Есть подозрение, что в негритянском. Бабушкино гетто. Кушай, внучек. Я в раз в гетто, меня мучила бабушка, заставляла меня жрать тарелки с кашей. Там поклонники рассуждают на тему творчества стигмата и, в частности, смысла песен. Вот один из очень любознательных поклонников группы стигмата вопрошает. О чем песня «Последний день Помпеи» спрашивает поклонник. Песня «Последний день Помпеи», как это непомбезно звучит? Нам просто понравилось прикольное словосочетание. Прикинь, «Последний день Помпеи». ПДП. Ну как, вообще серьезно все это, конечно. То есть, это прикинь, что такое «Последний день Помпеи». То есть, ты просыпаешься утром, а «Помпеи нет». А вчера был «Последний день Помпеи». Ты опять всё пропустил, Чубак. Понимаешь, да, и как бы ты понимаешь, что вот нет Помпеи, больше не будет. А вчера был последний ее день, а ты что делал в последний день Помпеи? И понимаешь, что ты в последний день Помпеи, ну, там, сидел в баре, вместо того, чтобы прожить этот день вместе с ней. Не, у меня никаких претензий нет к текстам песни группы Стигмата. Вот вообще претензий нет. Но тут есть анализ текста одной из песен группы Стигмата. Вот это уже интересно. Анализ сделан не нами. Анализ сделан одним из посетителей этой гостевой. И он этот анализ сам, не сам сделал Сам не сам сделал, понимаешь, сам не сам А взял из ВКонтакте Там кто-то какой-то умный был, который делал анализ этой песни Напечатал его, там его И он разошелся, как популярный анализ песни Посмотрите, пожалуйста Вот здесь вот слова, которые просто слова Это текст А в скобках это анализ Подстрочный анализ Я буду текст читать, а ты анализ Давай Бог меня простит Бог меня простит за то, что я хочу сам закончить свою жизнь В ней нет любви, меня предали То есть в трех словах вот такой смысл, понимаешь Стекаю слезой по гладким щекам Мое оправдание пустое Мне нет оправдания перед Всевышним за то, что я хочу покончить с собой Понял Режет насквозь обрывки зеркал Мечту, что сравняли с землей Я мечтал быть с ней Я любил ее и, может, еще люблю Но в ней больше нету тепла Свет, скажи, зачем дышать? Тли, гори со мной опять Воля сжата в кулак Смерть, скажи, что все не так Мне незачем больше жить Я пытаюсь противостоять, но смерть уже на пороге Это бремя не для меня Я не в силах нести его вес Я больше не могу это терпеть У меня нету сил, я хочу уйти У меня тоже нету сил Грязной ложью стала цена горящих крыльев Я хотел с ней взлететь к небесам Но она лгогла мне Лгогла Лгогла Ты лгуган Мерзкий лгуган Зачем ты лжогашь мне? Лжогашь Лжогашь Повернись и поклянись Что не смог разрушить мой плен Уберечь пламя свечи от жадных ветров Такое чувство, что во всем виноват я Я не смог сохранить ее любовь Вот мое тело, вот мои руки Небо плачет кровью от скуки Я готов полностью отдаться смерти Забирай меня Грешные мысли А что вы ждали? Мир сгорает, а с ним умирает любовь Эти мысли грешны, но этого и следовало ожидать Потому что в этом мире уже нет любви самого святого Это бремя не для меня Я не в силах нести его крест С каждым вдохом твоего дня теряю силы Время уже не лечат И с каждым днем мне все хуже и хуже Что-то я пью-пью А мне все хуже и хуже Разбудите отравить С суицидом безмолвный рассвет Смерть лишь единственный выход Быстрым ходом холодной воды Сроднится с кровью Я ухожу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова